День Святой Троицы не просто торжественный, но и необычайно радостный праздник, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов на 50-й день после воскресения Христова. В Клинцовской епархии в этот день в храме Святой Троицы поселка Гринево Пагарского благочиния было совершено третье за прошедшие два столетия архиерейское богослужение. Его совершил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. А в День Святого Духа архипастер возглавил престольный храмовый праздник в городе Пагар. История храма Святой Троицы в селе Гринево по-своему уникальной уходит в далекий 1802 год, когда на средства графа Ильи Безбородка было построено каменное здание церкви. Сам же приход села упоминается в летописи еще с 1705 года. Первоначально построенная здесь деревянная церковь имела великолепное внутреннее убранство, иконы по некоторым сведениям. Принадлежали кисти знаменитого академика живописи Ареста Кипренского. Троицкий храм был закрыт в годы советской власти в 1937 году. Возобновились богослужения с 1998 года, и с этого времени Дом Божий начал свою вторую жизнь. Сегодня радостный день для наших прихожан, потому как, во-первых, великий праздник православия, Великая Троица. Ну, должен сказать, на душе радость. Большая радость, потому что это наш, во-первых, и престольный праздник. Это большое и счастье человеческое, и большая радость духовная молиться в этом святом храме. Я верю, что соборная молитва всегда будет пребывать на этом святом месте. И приход будет умножаться стараниями отца Николая, стараниями всех нас, служителей Церкви. В понедельник, первой седмицы по Пятидесятнице, в День Святого Духа, епископ Клинцовский Трубчевский Владимир посетил город Пагар, где в храме в честь Святой Троицы в этот день праздновался престольный храмовый праздник. Архипастер возглавил здесь божественную литургию. Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, поэтому Он и совершает с Ними все, будучи самовластным, всесильным и благим. Через Него подается всякая мудрость, жизнь и движение. Он – источник всякой жизни. Это значимое событие, поскольку Дух Святой дарует свои несметные дары бесплатно, безвозмездно каждому приходящему, просящему у Него. И поэтому сегодня мы все очень рады, рады, что в этом храме присутствовал владыка, который непосредственно имеет дар этой благодати, благодати Святого Духа, передающийся от апостолов и самим Христом. После божественной литургии и славления праздника состоялся крестный ход вокруг храма, а епископ Владимир поздравил прихожан с торжеством, имеющим глубокое духовное значение для Церкви Божией. Боже, Господи, Боже, Господи, Боже, Господи, Боже, Господи, Боже! Прощаемся! Потому что если Духом Святым отпускаются наши грехи, то Господь нас прощает и открывает для каждого из нас Царствия Божия. И вот мы все с вами живем Духом Святым. И каждый раз священное действие начинается со слов «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И упели крещение так же о нас крестили «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Аминь. Продолжение следует...